По-моему, друзья мои, нам сегодня очень сильно повезло, ведь сегодня праздник урожая, и посмотрите, кто нас уже ждет за вот этой дверью. Нас ждут гномики, которых мы сейчас с вами должны успокоить, а как вы знаете, они нам дают очень много полезного. Поэтому давайте посмотрим, как вы считаете, мы сможем сейчас получить какие-нибудь классные растения, которые мы сможем либо посадить, либо продать. Вот ты, пожалуйста, съешь салатик, надеюсь, тебе понравится. Тебе нужен пирожок, насколько я помню, ты у нас такой очень серьезный гном, а тебе, по-моему, кофе. Ну, посмотрите, ему точно нужен кофе. Какой няшный гномик, он прям говорит, поставь лайк, обязательно мне поставь лайк, я очень симпатичный гном. Так, ты тоже доволен? Все, забирай, пожалуйста, чашечку кофе и дай мне, пожалуйста, какую-то интересную штуку. Вообще, желательно мне дать какие-нибудь классные растения, но раз уж вы можете дать нам обычные, хотя бы там осенние, о, я же говорила, сразу же делятся с нами растениями. Мы вернулись на нашу ферму, и у нас сейчас 8 часов утра, четверг, и нам нужно посмотреть, как тут наши растения. Наши растения, конечно, как-то стоять. Что у нас здесь? А, это наши курочки, фух, не пугайте. Я уже перепугалась, что у нас здесь эти самые лисы образовались, а их пока что нет. Давай-ка мы с тобой почистим курятник. Мы должны сейчас собрать яйца, если они у нас, конечно, есть. Ну и, кстати, между прочим, вчера, ну, точнее, уже сегодня ночью, Гарри очень много времени провел за рыбалкой. Как вы можете обратить внимание, он наловил достаточно много рыбы. То есть мы эту рыбу с вами сможем, конечно же, пошел дождь, пойти продать. Мы сможем ее пойти продать, и у нас уже будут хоть какие-то денежки. Вообще, еще хочу купить коровку, как можно скорее хочу корову. Но, мне кажется, нам пока что денег не хватит. Кстати, давайте глянем, сколько нам нужно денег на корову. Я вот просто смотрю на вот это все красное, и становится так немножко грустно, что мы не можем пока что себе ничего позволить. Значит, хлев 500... А, 500 всего лишь? Я почему-то думала, что тысяча где-то будет примерно. Ну что, мой дорогой, тебе придется просыпаться. Тебе нужно пока что, ну, скушать, наверное, овсяночку, давай ешь. Я хочу в ближайшее время, после того, как мы с вами разместим хотя бы одну коровку, я бы хотела, конечно же... Давай сюда выбрасывай. Я бы хотела, наверное, начать уже строительство фундамента. Не уверена, что у меня, конечно, будут деньги на фундамент, но вдруг нам повезет. А почему бы и нет? Было бы очень даже неплохо. Самое время прибраться. Да, я не против, чтобы ты пошел прибрался, но знаешь, в чем проблема, мой дорогой? Проблема в том, что у нас здесь нет электричества. У нас тут вообще ничего нет сейчас. Ты куда бегаешь? Ты что делаешь? Ты бегаешь туда-сюда? Ты, кстати, можешь сейчас здесь выйти и сделать несколько кадров. Слушай, а давай сфоткаем вот этих гномиков. А ну, давай, иди сюда. Давай-ка ты... Вот тут прям... Ай, они уже куда-то перенеслись. Это плохо. Это плохо. Мы сейчас никуда не сможем пройти. Давайте мы их сюда вынесем. И сделаем из них какую-то... Ну, вот тут давай тебя поставим. Какую-то композицию наших гномиков. И мы их сейчас сфотографируем. Мы же хотим выставлять вот эти фотографии на Продавита. Видите, мало того, что она кушать хочет. Ей здесь и атмосфера не нравится. Вообще ей все здесь не нравится. Иди, пожалуйста, сюда. Давай чуть-чуть подальше станем. Камера у нас, конечно, такая себе. И вообще не факт, что мы хоть что-нибудь сможем продать на Продавита, но вдруг мне повезет. Так, становись. Мы с вами берем фотокамеру. И давай будем фотографировать. Можем, конечно, сфотографировать Гарри. Может, кому-то захочется купить портрет Гарри. Так, давай-ка мы тебя сфоткаем. О, смотрите, он как раз нам уже подкинул парочку подарков. И этих двоих давайте сфотографируем. Так, выберем какой-нибудь, может быть, симпатичный фильм. О, смотрите, как классно. Или вот этот. Или вот этот. Вот, смотрите, какой яркий. Так, берем, делаем вот тут фотографию. Можно взять с этим ярким фильтром, сфотографировать. Тебя сфотографировать? Ты какой-то слишком кислый. Ты, Гарри, не будь таким кислым. Давай мы тебя все-таки сфотографируем. И вот, смотрите, какой у нас красивый вид. Вот только чтобы плечо Гарри было не видно. О, прекрасно. Сейчас мы эти фотографии попытаемся с вами выставить на продавито. Может быть, что-то из них будет хорошего качества. Ты не любишь фотографировать? Почему? Нет. Я не хочу, чтобы она делала такие выводы. Мне кажется, что у нее все будет получаться. Но просто пока что у нее такая камера средненькая. Значит, что у нас по качеству? Плохое. 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 Ладно. Не буду пока это выставлять. Зато мы можем вот эти трещины сейчас закрыть вот этими фотографиями. Давайте их здесь выставим. Заодно можем глянуть. Слушай, ну почему оно плохого качества? Нормальное качество? Чего вы выпендриваетесь? Для такой фотографии, для нашего фотографа-новичка нормальное качество. Вот начинается. Пойди-ка, наверное, тоже пока что перекуси. Съешь закуску овсяночку. Я так понимаю, что в дождь, конечно, сегодня у нас никто бегать не отправился. Я очень хотела, чтобы ребята занялись еще и бегом. Но вы же понимаете, сейчас у нас с такой погодой, ну, никто не хочет ничего делать. Давай мы с тобой сейчас отправимся... Погоди-ка, погоди-ка. Мы сейчас с тобой отправимся, наверное... Хотя нет, давайте на это озеро. Я думала пойти там порыбачить. Пойди поищи лягушек. Хотя, в принципе, знаете, нам лягушки не нужны. Мы же с вами их продавать уже не будем. Не будем. Поэтому просто отправляйся на рыбалку. Надевай свои сапожки. Слушай, у тебя же есть наряд для рыбалки. Я тебе точно что-то добавляла такое. Поэтому давай-ка мы сейчас с тобой сменим одежду. Может быть, нам тебе выбрать что? Давай возьмем вот такой дождевичок. Мне кажется, у нас прохладненько сейчас. Конечно, ботинки не особо подойдут. Но мне кажется, что, по крайней мере, ты хотя бы не намокнешь. А вот ты, моя хорошая, вообще желательно переоденься. Ты опять переоделась в свой стандартный наряд, в котором ты сюда приехала. Я думаю, что тебе подойдет, например, ну, платье точно нет. Во! Отлично! Вот такая вот курточка, кофточка. И давай посмотрим все-таки, что с нашими растениями. Ой, курочки мои хорошие! Намагата? Он мне нравится... Ребят, намагата сказала, что он ей нравится. Это хорошо. Это он не может не радовать. Мы можем использовать еще удобрения. Давай-ка мы используем удобрения и посмотрим, как дела у курочек и петушка. Мы можем, кстати, еще корм рассыпать. Я вот думаю, может быть, нам прикупить сегодня еще одну курочку? Или будем копить на коровку? Я пока не могу решить, что нам лучше сделать. Кстати, 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 собираем весь урожай, друзья мои. У нас есть малинка. Не вся, правда, созрела. Но та, что у нас созрела, мы можем пойти ее сейчас продать. Грибочки, по-моему, тоже уже готовы. То есть мы сейчас с вами все здесь пособираем. Отправимся, конечно же, в центр. Я хочу посмотреть, что у нас есть интересного по заданиям. Кстати, по заданиям. Нам нужно сегодня сходить в лес. Как вы помните, нам нужно сделать там грибное какое-то пюре. А для грибного пюре нам нужны различные грибы. А так как у нас сейчас идет дождь, знаете, классика жанра. Идет дождь, значит, должны быть грибочки. А раз у нас должны быть грибочки, то, возможно, мы сможем выполнить задание. Куда ты пошел? Слышь, ты игривый. Куда ты пошел? Я бы хотела, чтобы ты вообще сейчас предложил дружбу своей собаке. Я хочу вообще нашу собаку как-то привести в чувство. Поэтому я так понимаю, что нам нужно накопить сейчас не только на хлев, но еще надо накопить, конечно же, на наш станок, с помощью которого мы будем делать мебель. Потому что я хочу сделать ванну. Для нашей собаки нужна ванна. Обязательно. Успокой, пожалуйста, Кристо. Я тебя очень прошу. Пора счесывай. Я вижу, что ты грязнулька. Меня тоже вот просто это передергивает, это неправильно. Так не должно быть. Но мы ничего не можем пока сделать. Пока что ничего. К сожалению, невзирая на дождь, грибов не было вообще. Поэтому Дженнифер вместе с Гарри опять-таки вернулись в город. Но они решили сделать кое-что хитрое. Как вы помните, мы помогли Саре, которая работает вот в этом пабе. Ну, самую малость пока что помогли. Мы не выполнили пока что все ее задания. Но немножко мы ей помогли и решили, что можно заглянуть к ней домой. Она живет, между прочим, напротив паба. И решили взять с собой Кристо. Ну, может быть, они разрешат нам собаку искупать. Потому что я не могу смотреть на нашу собаку. Мне больно смотреть на Кристо. И я надеюсь, что мы сможем сейчас искупать. Надо посмотреть, есть ли у них ванны. Потому что больше толком мы никого здесь и не знаем, к сожалению. К сожалению, вообще ни с кем мы еще не общались. То есть, хотелось бы как-то, знаете, ну и соседей получше узнать. И вообще окружающих жителей. Хорошая моя, пойдем купаться, пока никто не смотрит. Слушайте, у них тут прям такой шикарный дом. Может быть, они нас как бы, ну, пригласят на праздник. Я бы осталась на праздник. Мне было бы приятно. Но я так понимаю, что Сара, скорее всего, сейчас работает. Поэтому, подожди, куда пошел? Куда ты пошел? Давай-ка ты лучше с Саймоном поговори. Предпочтение музыки. Узнаем тебя получше. У нас сейчас должна быть хотя бы одна семья, к которой мы сможем вот так вот приходить. Ну и хотя бы собаку купать. Слушайте, будет смешно, если нам сейчас скажут, пожалуйста, уйдите. Эти действия нельзя здесь выполнять. Ну, вроде пока никто не ругается. Вроде пока никто не скандалит. Может быть, просто они в шоке и не знают, как нам повежливее сказать. Слышь, свали отсюда. Ну, может быть и нет. Кстати, я вижу, что у них курочек нет. Слушайте, вам курочку купить нет? Не хотите? Ну, не хотите, как хотите. У меня есть как раз несколько семиллионов. Именно что несколько. И, ребята, а почему здесь все собрались? А что у нас тут за сборы? Что такое? О чем вы хотите поговорить? О, пришла как раз сюда Грейс. Вот это вот вредина. Кстати, мы сейчас с вами должны как можно скорее. У нас, видите, время здесь просто пролетает очень быстро. Отправиться к Ким. И сейчас мы должны ей попродавать то, что у нас есть. Что у тебя есть интересного в багаже? Ну, давай рассказывай. А у тебя нет ничего. Как вы думаете, грязное жбелье не особо заинтересует? Ребята, мы собаку помыли. Наконец-то в третьей серии мы помыли нашу собаку. Пожалуйста. Я буду вынуждена огородить болото, если ты будешь себя так вести. Потому что я не могу все время приходить к нашим соседям. Ну, мне неловко. Мой, дядю, какая хорошенькая. Мне кажется, что она у нас просто самая-самая красивая. Кстати, может быть, мы для Криста подберем здесь пару. Как думаете? Было бы интересно. Ну что, дорогая моя, ты все сделала? Молодец. Давай мы с тобой пойдем сейчас продадим все, что у тебя есть в багаже. Я пособирала растения. Блин, ну тут у нас ничего не созрело. Здравствуйте. Дурная слава? В смысле? Подождите, почему это у меня дурная слава? Погодите. Я ничего плохого еще не сделала, чтобы у меня была дурная слава? Не надо. Не надо мне тут рассказывать. Все, ребят, мы наконец-то. Слушайте, может быть, и нам надо было искупаться? Ну так, тихонечко. Втихаря. Заметьте, Грейс уже под... Подождите. Грейс подскочила к Гарри? Серьезно? Я вижу, что наш Гарри, знаете, такой вот стеснительный весь из себя, пользуется, ну, такой вот популярностью среди местных женщин. Отчитывая, что у нас Грейс дамочка, которая крутит романы со всеми вокруг, то меня это немножко настораживает. Самый масс. Ой, мы вонючки, ребята, мы вонючки. Давайте будем продавать. Кстати, мы можем продавать наши растения, но я пока не хочу продавать. Вот не знаю, я бы их, наверное, не продавала. Я бы не хотела с собой носить яйца, потому что они у нас портятся. А холодильника у нас нет, сложить никуда не можем. Слушайте, почти 500 символионов. Да ладно? 500 символионов мы смогли сейчас заработать. Слушайте, это круто. Это просто круто. Надо пойти, наверное, руки хотя бы помыть. Давайте мы у них хотя бы руки помоем. Я понимаю, что из ванны нас сейчас, скорее всего, выгонят, скажут, вы чё? Вы чё, странные? Давай почистим у них зубы и вымоем руки. Странно звучит, не спорю. Но вы не хотите, кстати, меня чем-то угостить? Мы же ваши друзья, соседи. Ну, почти соседи. Ну, немножко через полдеревни, но мы ваши соседи. Вы же согласитесь? Нас чем-нибудь вкусным накормят. Мы такие голодные, а у нас ещё дом на таком вот неприятном участке. Пожалуйста, пожалуйста, накормите нас. Как вы думаете, для кого он готовит? Для нас, надеюсь, всех? Или же не для нас всех? Слушай, а ты... А, ты вообще ничего не хочешь. Ну, раз ты ничего не хочешь, я тебе могу отправить половить рыбку. У нас, по-моему, здесь есть местечко, где можно... О, мишки ходят. Слушайте, большой улов. Ей нравится рыбная ловля, а пусть нравится. Слушайте, а мне кажется, что Грейс положила глаз на Гарри. Ну, вот не знаю. Мне как-то это не очень нравится, конечно, с одной стороны. Но, с другой стороны, что поделать? Может быть, Грейс видит в Гарри какого-нибудь, знаете, такого вот молодого своего ухажёра. Ведь Грейс действительно считает, что она достойна только самого лучшего. Её бывший муж это вообще отвратительный человек. И с ним она вообще больше... Посмотрите, посмотрите. Она действительно как-то с ним то пересекается где-то на улице. И, возможно, она думает, что вот познакомившись с таким вот молодым Гарри, то она сможет с ним куда-то, возможно, уехать. Хотя Гарри, на самом деле, чуть старше её сына. Вы представляете? Вы представляете, какая у нас Грейс интересная? Ты решила пойти книжку почитать? Нет, в принципе, я не... Это что такое? Это... Подождите. У нас тут несколько пор. Подожди, я хочу поесть! Я хочу взять порцию! Я хочу съесть нормальной еды! Я не хочу есть овсянку! Я хочу нормальную еду! Что такое? Ты впервые увидела тумбу? Слушайте, Криста, по-моему, в шоке! Она увидела нормальный дом! Не вот те наши развалины, а нормальный дом! Спасибо! Я ещё в туалет у вас хочу сходить! Можно? Пожалуйста, я хочу в туалет! Мы, правда, съели практически всю еду. Давайте мы потом ещё Гарри... Хотя Гарри не хочет кушать. Он у нас пока что рыбку ловит. Ты можешь сходить к ним в туалет. И, кстати, если Гарри поймает кого-то интересного, то мы можем выпустить этого интересного у нас на участке. Слушайте, у нас есть, получается, 553 символиона. Это значит, что я могу поставить хлев. Но вот, правда, купить коровку я не смогу. То есть сам хлев смогу, а купить коровку не смогу. И это не очень хорошо. А что ты поймал? А ну покажи! Ты кого поймал? Опять тунец! Ребята, давайте ещё продадим тунец. Больше я... Кстати, 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 друзья мои! У нас одну фотографию хотят купить, отправить через продавито. Ну, смотрите! Мы, правда, потратили 5 символионов на выставление вот этой вот фотографии. И в итоге получается, что мы заработали только 2 символиона. Маловато как-то, совсем маловато. Мы можем продать издателю, но я не хочу. Я хочу отправить через продавито, но пока что мы это сделать не сможем. Можно пойти продать ещё тунца. Вы представляете, мы с вами боремся за какие-то там 3, 4, 5, 10 символионов. Так, извините меня, объявите о новых отношениях. Подожди, объявляйте об отношениях. Давай пойдём продавать. У нас с тобой осталось где-то буквально полчасика, и ты должна уже возвращаться домой. Так, ну что, расскажи мне, что ты поймал? Морской окунь на минуточку, друзья мои! Мы с вами поймали морского окуня. Беги, пожалуйста, всё продавай. Нам нужно сейчас от всего избавить. Кстати, давай мы с тобой откроем... Не, не буду пока открывать комплект семян. Не хочу открывать, потому что я хочу прийти домой и всё вот это высадить. У нас сегодня ранний подъём. Мы сейчас должны с вами открыть вот эти вот все наши пакетики и посмотреть, какие же растения нам выпали. Что-то мы, наверное, сможем посадить, что-то мы, возможно, продадим. Посмотрим, что у нас тут будет. И заодно давайте, знаете, что откроем? Конечно же, осеннее. Я хочу всё-таки попытаться сегодня вырастить нашу тыкву. Ну-ка, расскажи мне, пожалуйста. Как у тебя, во-первых, дела? О, смотрите, смотрите, наши тыковки маленькие, такие пока что симпатичные. И, между прочим, я смотрю, что у нас ещё малинка созрела и грибочки. Так, погодите, что у нас появилось? У нас появилась бегония. А ну давайте посадим. Мне кажется, что было бы интересно глянуть, как у нас тут будет бегония цвести. Давай-ка мы её вот сюда переставим. Хорошая моя, только переоденься. Ты же не пойдёшь в одной пижамке. Я вижу, насколько им, конечно, здесь плохо. Этот участок вообще просто им, конечно, сейчас вообще не подходит. Им хочется жить в чём-то действительно тёплом, уютном. Хоть какой-нибудь маленький домик иметь. А у них, видите, не домик, а действительно какой-то сарайчик. Значит, смотрим, что у нас с вами есть ещё. О, смотрите, у нас авокадо теперь вот здесь уже превратилось в большое дерево. Круто. Подождите, курочки, аккуратно ходите, не топчитесь. Что у нас есть ещё? Гроздь винограда. Давайте мы виноградик тоже сейчас с вами посадим. Только ровно. Или это ровно, типа? Ну, как бы ровно. Темно. У нас здесь очень сейчас темно. Конечно, осень у нас, знаете, такая вот, ну, немножко грустная получается. Хотя я другую осень здесь и не ожидала. Я действительно думала, что у нас тут будут постоянные дожди. Что у нас есть ещё? Шпинат. Ну, не знаю, есть ли смысл его сажать. Вот львиный зев я бы посадила. Мне кажется, что львиный зев нам лишним точно не будет, потому что он даёт достаточно много денег. Раз ты всё сделала, у тебя дискомфорт. Давай-ка мы сейчас пойдём просто всё это посадим. Пока у неё не сильный дискомфорт, можно пойти это всё посадить. Наши курочки ходят, знаете, такие вот неспешные походочкой. Вообще никто никуда не спешит. Ты сходи тоже в туалет, и мы с тобой пойдём опять-таки на рыбалку. У нас нет другого выхода. Мы сейчас должны этим всем заниматься. Но у меня появилась идея. Раз у нас есть 600 семиллионов, то мы с вами можем, конечно, сейчас прикупить корову. Но мне кажется, что корова будет стоить недёшево. Если у нас достаточно дорого стоят курочки, то, скорее всего, коровка тоже где-то будет 500 семиллионов. Поэтому я вот думаю, может быть, мы сейчас с вами перейдём, посмотрим всё-таки, сколько же стоит. А ну-ка давай перейдём сюда. Ну да, я вижу, что у нас уже всё красное. Мы не сможем, да, купить сейчас. Нам не хватает столярный станок, друзья мои. Нам не хватает чуть больше 100 семиллионов. С другой стороны, ты сейчас можешь пойти принять быстрый душ, и мы тебя опять-таки отправим на рыбалку. Я ещё рыбку запустила. У нас теперь здесь, смотрите, целых 4 варианта рыбы. Мы можем сейчас снова отправиться на рыбалку, половить рыбку где-то пару часов. Ну и затем вместе с Дженнифер отправимся это всё продавать. Конечно, это не очень удобно, я понимаю, туда-сюда бегать, хотелось бы это сразу всё делать в один момент, но, увы, пока что мы так делать не сможем. Давай-ка ты собери, пожалуйста. Нам вода, слушай, не нужна пока что собирать воду? Не, пока не надо. Давай отправляемся на рыбалку. Кстати, я уж думаю, что когда у нас действительно будет первый этаж или, может быть, хотя бы пару комнат, то тогда мы уже будем подумывать о собственном магазине. Пока что вы понимаете, что собственного магазина, будем считать, что это пара тысяч семиллионов только за участок. Нам же надо не только участок, нам же желательно ещё и, конечно же, что такое? Что такое? Ты садись, а что это у нас как-то всё странно так всё размещается? Ну да ладно. Нам же нужен не только участок, нам нужен магазин, то есть это как минимум тысяч десять нужно, чтобы было. Между прочим, тебе бы желательно сейчас гигиенические средства использовать, потому что, как вы видите, у неё настроение сейчас будет портиться просто ужасно. Я надеюсь, что у нас тыковка быстро созреет и, между прочим, у нас сейчас пятница, друзья мои. А через день, у нас сегодня шоу талантов, но, как вы понимаете, мы пока что не выездные, в принципе, в другие города мы не ездим. Через день у нас как раз будет ярмарка кур. И нам нужно за сегодня, хочешь не хочешь, но как-то наших курочек привести в норму. Как у тебя дела? Высокий, низкий, обычный питомец. Высокий, низкий, обычный, обычное яйцо. А где наш петушок? Подожди, это коричневая, подожди. А, у нас коричневая курочка, а это у нас белая курица, а это у нас белый петушок, правильно? Я же уже не путаюсь в них, нет, не путаюсь. Вот наша коричневая курочка, и у нее, между прочим, уровень гигиены, уровень счастья. Нужно сегодня с нашей коричневой курочкой, раз она у нас первая была в нашей компашке, поработать. Кстати, у нас в курятнике есть первое инкубационное яйцо. Но сейчас не об этом. Сейчас мы с вами опять-таки находимся в городе. Гарри наловил достаточно много рыбы, и я думаю, что мы можем пойти ее продать. Я очень хочу цыпленка, ребят, очень хочу увидеть нашего первого цыпленка. Но давай-ка мы, нет, жаловаться мы не будем, пойдем продавать предметы. Может быть, нам сейчас как раз хватит денег на то, чтобы прикупить столярный станок. И я надеюсь, что наконец-то, наконец-то Гарри сможет заниматься мебелью. Потому что если мы с вами планируем хотя бы первую комнату разместить, то там же должна быть хоть какая-то мебель. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас, смотрите, у нас бюджет 604 семиллиона. Мы сейчас с вами все вот это должны продать. Не они будут продавать наши зимние растения. Вот смотрите, морской окунь, я думаю, что, кстати, я его уберу. Но 28 семиллионов как-то маловато. Вот тунец, ребят, это просто золотая жила. Это то, что нужно. Не поверите, у нас было 130 с хвостиком ягод малины. И туго у нас есть 1171 семиллион. Что я хочу сейчас сделать? Мне кажется, что нам нужно поближе познакомиться с мэром Горта. Лавина, кстати, как раз находится вместе с нами на одном участке. И мне кажется, что мы можем попытаться, ну, не то, чтобы с ней стать подругами прям сразу. Но я бы хотела, чтобы завтра она учла, что мы такие милые и хорошие. И, может быть, нам можно какой-нибудь дополнительный балл накинуть. Ну, по крайней мере, нашей курочке. Не знаю, получится или нет. Я не буду ее подкупать. Мне кажется, что это будет не очень красиво. На первой же нашей ярмарке устраивать такие вот подкупы. Но хотелось бы хотя бы какое-то положительное о себе мнение оставить. Значит, давай-ка мы будем обсуждать, кто там был первый, курица или яйцо. Поднимем ей настроение. По поводу прям дружбы, я не знаю, получится у нас... Подожди. Опять Грейс? Опять Грейс? Ребят, почему она вокруг нас все время крутится? Слушай, а что ты вокруг нас крутишься все время? Меня она немножко смущает. Такое ощущение, что она прекрасно знает, кто такая Дженнифер. Вам так не кажется? Может быть, она действительно знает, кто такая Дженнифер, кто такой Гарри? Подозрительная дамочка. Ну ладно, мы тебя пока что трогать не будем. Но я за тобой слежу. Значит, нам с вами, конечно же, сегодня хватит уже на наш станок. То есть мы сможем с вами начать готовить мебель. С одной стороны, можно ее всегда продавать, а с другой стороны, конечно же, мы с вами сможем, ну, обустроить хоть какой-то домик. Мы с вами хотя бы стулья сможем себе поставить, понимаете? Мы должны все время сидеть. Давайте пойдем вместе здесь сядем, выпьем. Как вы думаете? Сидеть и болтать здесь. Давайте мы ее пригласим сейчас в паб. Пойдем посидим вместе, поговорим. Обсудим, может быть, какие-то интересные... Ребята, она опять к нам пристала. Так, все, отвали от меня. Пойдем, сядем вместе. Лавина, не уходи. Лавина, я хочу с тобой посидеть, поболтать. Ребят, Лавина убежала. Лавина убежала смотреть на витрину. Не-не-не-не-не. Давай-ка ты сейчас со мной проведешь время, самую малость. Я хочу тебя добавить в группу. Я понимаю, что витрина это очень интересно. Я сама бы с тобой постояла бы, поглазела. Но я бы хотела сесть вместе. Мы должны попытаться ее разговаривать. Плюс, как вы понимаете, конечно же, Дженнифер хочет узнать, что произошло с фермой ее бабушки. То есть, почему на нее так немного косо смотрят все соседи? Почему немного косо смотрят все жители этого города? То есть, это как-то очень подозрительно выглядит. Но мы, конечно, должны это все узнать. Я думаю, что кто как ни лавина должна быть об этом в курсе. Между прочим, она взрослая. Возможно, она знала бабушку нашей Дженнифер. Я, в принципе, в этом даже и не сомневаюсь. Давай расскажем какую-нибудь забавную историю. И я бы хотела, наверное, нет. Обнимать мы пока не будем. Спрашивать о карьере я тоже пока не хочу. Мы можем ей рассказать какую-нибудь скандальную историю. В общем, что-то такое порассказывать. И попытаться с ней наладить отношения. Слушай, а можно я закажу для нас напиток? Заказать напиток для... О, подождите, в счастливый час. Но я могу только для себя. Я думаю, что мы не будем сейчас жадничать. Давайте мы для группы закажем. Как вы думаете, что она любит пить? Я бы хотела заказать что-то не очень дорогое. Извините, пожалуйста. Давайте корневую шипучку. Надеюсь, что она не откажется. Я вижу, что, кстати, лавина вот к нам как раз расположена очень даже неплохо. Вот эти вот все нас сидят, рассматривают так вот, разглядывают, что мы тут, да как, а подожди-ка, а что ты тут делаешь? Сесилия. Кстати, Сесилия на нас тоже так посматривает. И она, кстати, нам пару раз писала смс-ки. Хотя, по-моему, с ней ничего не знакомы, но мне точно приходили смс-ки от Сесилии. Мол, что-то вы там такая вот симпатичная. Они все, что-то такое, знаете, приходила. И это выглядело немножко подозрительно. Ну что, лавин, будешь ты с нами делиться всякими интересностями? Или мы завтра не сможем как-то на тебя повлиять, чтобы ты нашей курочке дала максимальный балл? Как вы думаете... Нет, подарки пока дарить не будем. Как вы думаете, сможет ли наша курочка заработать первое место или же нет? Плюс, возможно, мы должны будем с собой обязательно взять какое-нибудь яйцо. Вы только посмотрите, как преображается наш садик. Потихонечку, полегонечку. Мы с вами, мне кажется, скоро здесь все заполним. И это действительно очень круто. Наши курочки и петушок уже проснулись. Нужно пойти собрать яйца. И через пару часов мы будем отправляться на нашу первую ярмарку-выставку. Я очень надеюсь, что наше животное произведет впечатление. Я попыталась вчера еще с лавиной немножко поболтать. Не знаю, не знаю, оценит ли она наши общительные качества или нет. Но нам сейчас нужно, во-первых, посмотреть, как тут дела с нашими растениями способствуют росту. Это единственное, что мы можем сейчас сделать, потому что я вижу, что Дженнифер опять в отвратительнейшем настроении. Просто в ужасном. Она так устала кушать вот эту вот всякую гадость из вот этого вот холодильника. Ей-то не нравится. Она хочет нормальной еды. Поэтому, ребят, я думаю, что первое место, которое мы с вами организуем для наших ребят, это кухня. Это будет 100% кухня. Давай-ка мы сейчас с тобой поизбавляемся от вот этих сырников. Нам нужно их поубирать. Подожди, а где у нас собрать есть урожай? Собрать урожай малин? Пропалуть. Вот. Давай-ка ты сейчас пропали, пожалуйста, вот эти наши грядочки. И мы с вами... Ну, во сколько? Нам в 3.30 нужно отправляться. Мы должны будем действительно уже ехать в центр. Я вижу, что Кристо опять запачкалась. И нам нужно, конечно же, как можно скорее сделать ванну. Весь вечер, между прочим, наш Гаррис занимался... Так, просыпайся, пожалуйста. Занимался за этим столиком. Но у него, к сожалению, ничего толком не получалось. Я решила переместить наших зайчишек из пыли. Зайчишки из пыли. Звучит забавно. Вот сюда, может быть, они нам принесут что-то полезное, что-то интересное. А то пока что они принесли нашему Гарри только, по-моему, яйцо да кровавый плод. Кстати, а давайте посадим кровавый плод. А почему бы и нет? Я помню, мы с вами в других летсплеях так часто за ними бегали. А тут мы бац-бац, и нам наш пыльный зайчик сразу же принес вот такой вот плод. Значит, здесь я вижу, что все в порядке. Мы можем... Ага, прополоть нужно прополоть, но больше мы, в принципе, ничего не должны сделать. Средства от жуков использовать, поливать вроде как ничего не нужно. У нас практически всю ночь шел дождь, поэтому я думаю, что в плане полива пока что ни одно из наших растений не требует. Значит, здесь у нас... Слушайте, так мы сейчас вот это все соберем, отправимся на ярмарку. Мы как раз с вами пришли вовремя. Только-только начинается ярмарка. Я уже разместила нашу курочку, и теперь давайте посмотрим. Здесь можно разместить и выставить на конкурс яйца. Точнее, одно яйцо мы можем выставить, но у меня с собой несколько, и они, по-моему, все великолепно вока... Ребята, у нас есть оранжевое яйцо? Как интересно! Как интересно, ребята! У нас есть одно оранжевое яйцо. Давайте выставим. Я, кстати, так лакомство и не успела купить. У нас действительно закрылись все магазины, и, к сожалению, ничего не удалось купить. Но сейчас мы с вами будем ждать лавину. Кстати, хотите посмеяться? Перед тем, как мы отправились сюда где-то в час дня, нам позвонила лавина и сказала, что она хочет прийти к нам в гости. И мне кажется, что она не зря сюда к нам заглянула. Может быть, она хотела посмотреть, как у нас вообще обстоят дела на ферме. То есть, она с нами поболтала, пообщалась, и, знаете, было приятно. Ну, действительно, очень приятно. Мне кажется, что с лавиной мы сможем стать хорошими друзьями. И тут, знаете, даже дело не в том, что, как бы, она мэр города. Скорее, мы просто с вами очень хорошие, милые, и почему бы и нет. Хотя, кто знает, что в голове у нашей Дженнифер. Кстати, Гарри отправился вместе с нами, он почему-то решил отправиться сразу в туалет и с кем-то поболтать. Кстати, а с кем это он там болтает? Слушайте, а с кем он болтает-то? Кола Стрэнджер? Какому-то Стрэнджеру решил позвонить. Видите, мы с вами пытаемся сейчас как-то, знаете, излить душу нашей лавине. И я вижу, что у нас с ней отношения, ну, в принципе, более-менее повышаются, ребят. Может быть, она станет нашей хорошей подругой. Я, в принципе, не против. Кстати, Курочка, как у тебя дела? Ну, расскажи. У тебя очень высокий уровень счастья, счастливый питомец. Ну, она у нас, правда, урожай дает у нас обычное яйцо. Кстати, а где там мои яйца? Ну, в смысле, одно яйцо. Я только одно смогла выставить. Предлагаю, пока все ходят и рассматривают Курчик и яиц, давайте пойдем продадим предметы. У нас же 10% сверху прибыли. Вы же понимаете, что это очень круто. Кстати, ты все смог передать, Дженнифер? Ну, давай посмотрим. У нас есть, правда, нормальная овсянка, но я думаю, что никого не заинтересует. И наш комочек пыли принес нам пасхальное яйцо. Но я не хочу его пока что продавать, поэтому давай-ка мы отдадим все, что есть у Дженнифер в кармане. А она, кстати, пособирала много-много растений. То есть у нас там малины опять-таки много. Все, переставай разговаривать. Все, хватит, хватит, хватит. Давай-ка лавина пусть подождет. Затем мы к ней тоже. Слушай, она в нашу сторону так посматривает. А может быть лавина наша какая-то далекая родственница? Или она, по крайней мере, знает, что произошло с нашей фермой. Так, смотрите, мы можем продать авокадо. Давайте продавать авокадо. Мы можем продать 42 гриба. Между прочим, стоило 1 симолеон, а теперь он стоит 2 симолеона. Это, знаете, прям наценка 50% почти выходит. Значит, движемся дальше. Зимние этому не продаем. Шпинат. Вот, посмотрите, 99. То есть стоило 2, стало 3. Давайте, может быть, 2 яйца продадим все равно, нам хранить их негде. И нужно обязательно продать ягодку малины. Вы, кстати, обращали внимание, что в этом городке, когда садится солнце, можно увидеть вот такую красоту. Знаете, я впервые в жизни в 74 вижу вот такой закат, и мне кажется, что он выглядит просто волшебно. Посмотрите, какая красота. Между прочим, все стоят возле моей курочки. Я вижу, что те курочки как-то людей не особо интересуют. Кстати, а ты у нас какая курочка? Ты у нас вообще-то не курочка, ты белый петух, но ты у нас такой, самый обычный. И вот эта вот черная курица тоже достаточно обычная. И только у нашей, посмотрите, практически все зеленое. Кстати, как там мои яйца? Белое яйцо, я вижу. Здесь вообще яиц нет. А наше яйцо просто великолепное. Я продолжаю общаться с нашими соседями, с нашими друзьями. И мне кажется, что раз они все стоят и смотрят на мою курицу... Что это такое? Что это такое, ребят? Нам что-то... Подождите, персонажи, жаждущие найти любовь, пришли под... Подождите, какую любовь? Подождите, мы не приходили ни за какой любовью. А ну-ка, давай посмотрим. Что это нам сейчас вообще подарили? Значит, сегодня он дарит традиционный подарок персонажу? Как интересно, как достойному члену деревенского сообщества. Кстати, нас наконец-то приняли, ребят. Значит, если Дженнифер решит продолжить ежедневную традицию вручения подарков, ей стоит найти жителя. Кстати, давайте попробуем. Мне кажется, что мы можем сделать подарок Саймону. Он нас все-таки, ну, как бы пригласил к себе домой, дал возможность искупать собаку. Давайте мы попробуем это сделать. Значит, мы должны попытаться сейчас ему сделать традиционный подарок. Только теперь нужно найти, где он у нас находится. Мне кажется, что он находится, скорее всего, не здесь. Хотя, кто его знает? А что мы можем подарить? Понимаете, мы с вами, по-моему, продали все, что мы могли продать. А можно что-то? Я тебе не могу ничего подарить. Давайте мы похвалить, можем, заявку на конкурс. Не надо падать аккуратно. Не надо падать. Проведать? Нет, проведывать я точно не хочу. А почему я ему не могу сделать подарок? Я хочу ему сделать подарок. Значит, ей стоит найти жителя и вручить ему подарок, который ему точно понравится. У меня один раз был пункт вручить традиционный подарок. Слушай, может, я тебе могу вручить традиционный подарок? Хотя нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас они как увидят, что мы дарим какие-то подарки судье, и это будет выглядеть крайне странно. Вот-вот мы узнаем результаты ярмарки. Но я смотрю, что пока все ждут, какая же курочка победит, или петушок, и какое яйцо станет лучшим яйцом этой ярмарки, все решили пойти потанцевать, и у нас тут почему-то появилась стая летучих мышек. Я не знаю, может, Владислаус тоже решил свою курочку принести. А было бы забавно. Представляете, курочка-вампир. Было бы интересно на это все посмотреть, но у нас осталось все, ребят. У нас ничего не осталось. У нас уже закончился наш конкурс, наша ярмарка. Давайте пойдем узнаем, кто же победил. Курочка нам возвращается, конечно же, в багаж, просто чуточку позже. И, кстати, нам подарили с вами клубничное варенье. К сожалению, подарок я смогла сделать только лавине. Больше никому не могла сделать. Ну-ка. Друзья мои, мы получили грушу. А ну подождите, грушу, картофель. И мы с вами... Да, я понимаю, что мы открыли рецепт. А ну-ка, подождите. Поздравляем! Ваше яйцо заняло второе место! Друзья мои, мы с вами хотя бы в плане яиц заняли второе место. И мы... А ну подожди. Ваша курица заняла третье место! Слушайте! Второе и третье место! Теперь мы с вами можем увидеть, что мы получили. Мы получили с вами, во-первых, ленточку. Мы получили с вами картофелину. Также мы получили праздничное лакомство. Еще одну ленточку и грушу. Маловато, конечно, я понимаю, хотелось бы увидеть чуточку больше предметов в нашем багаже, чуточку больше подарков. Но это отличный повод дальше и дальше работать с нашей фермой. Ну что, друзья мои, потихоньку мы начинаем копить денежки. И я думаю, что очень скоро мы хотя бы сможем создавать первую мебель. И, возможно, сможем зарабатывать больше денег. Хотите знать, что будет дальше? Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok